Станислав, сколько у нас детей в этом году выпало из окон? И больше это или меньше, чем, допустим, в теплые сезоны прошлого года, да, если мы сравниваем с прошлым годом? И сколько, ну, к сожалению, конечно, случаев завершились трагически? Ну, если мы говорим о всех выпущих детях, то не все сообщения к нам поступают. Потому что в случае непричинения существенного льда здоровья, такими сообщениями занимаются органы внутренних дел. К нам в этом году поступило шесть таких сообщений. В части трагических случаев, завершившихся смертью, это два случая. В прошлом году, к сожалению, цифра такая же, но не было у нас погибших детей. А как Вы можете объяснить причину, ну, такой, скажем, большой концентрации, что касается этого года? И что является все-таки причиной произошедшего? Это какие-то неблагополучные семьи, да, там, какая-то у них халатное отношение к ребятишкам, к своим? Или, может быть, просто элементарная невнимательность? Или даже вообще стечение обстоятельств? Ну, связи между этими случаями, естественно, нет. Это преступления неосторожные. Неосторожные преступления, если говорить юридическим языком, это у них две формы. Это легкомыслие и небрежность. Если простыми словами объяснять, легкомыслие, я понимаю, что мои действия бездействия могут повести к печальным последствиям, но самодеянно надеюсь, что этого не произойдет. И небрежность, когда я не знаю, не понимаю, что что-то может произойти, но при должной осведомленности я должен это знать и понимать. Соответственно, данные, эти все преступления, как я уже повторюсь, они неосторожны и зависят исключительно от действий родителей. То, как они связываются со своими детьми. Не все факты падения детей из окон, семьи состояли на каких-то учетах и являлись неблагополучными, нет. Это случится, может, в самой обычной семье. Если мы говорим об ответственности, в каких случаях родители могут привлечь к уголовной ответственности? Часто ли это вообще на самом деле происходит на практике? Ну вот, к уголовной ответственности. Здесь два состава преступления. В случае, если ребенку причинен тяжкий вред здоровью, то это часть 1 ст. 18 причинение тяжкого вреда по неосторожности. Наказание там варьируется от штрафа и заканчивая арестом вплоть до 6 месяцев. Если наступила смерть ребенка, это часть 1 ст. 19 Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности. Наказание варьируется от обязательных работ и вплоть до лишения свободы сроком на 2 года. Плюс, в случае, когда дети получают травмы, они связаны с тяжким вредом здоровью, возможно, привлечение родителей и ответственных за их жизнь и здоровье лиц по административной ответственности. Ну, а на практике, то есть, наказывают действительно родителей или как-то это все-таки... Ну, повторюсь, это преступление небольшой тяжести, потому что они осторожны. И, соответственно, к реальному лишению свободы, ну, понятно, что это трагедия в семье, и в основном суд идет навстречу, и более мягкое наказание, но к уголовной ответственности люди привлекаются. Вот если мы говорим о недавних примерах, то в случае трагические бийские с падением девочки из окна лицу придавлено обвинение, в настоящее время следствие завершено, и дело находится в надзорном органе для проверки. Получается, что они сами себя уже, по сути, наказали? Ну, закон суров, но это закон. На родителей в силу нашего законодательства возложена полная обязанность за жизнь, здоровье, воспитание детей. То есть, если мы посмотрим на категорию потерпевших, по данным сообщениям, уголовным делам, то это дети в этом году от полутора до четырех лет. То есть, малолетние дети, которые в силу возраста... Должны быть под присмотром всегда. Естественно, они не могут за себя постоять, они находятся в беспомощном состоянии. И это, повторюсь, обязанность родителей следить за ними, именно следить, оберегать. Ну, о чем бы Вы напомнили родителям, если говорить об обеспечении безопасности вот таких маленьких детей? Ну, и, конечно, детей, наверное, побольше тоже. Ну, если мы говорим предмет на падение детей с окон, то это москитная сетка. Москитная сетка не защищает от падения. Да, были случаи, когда именно москитная сетка предотвратила причинение тяжкого вреда здоровью, потому что ребенок спланировал на ней, но она не защищает от падения самого. Поэтому надеяться, что сетка ребенка остановит, нет. Если ребенок проявляет интерес к окну открытому, он постоянно туда залазит, пытается из любопытства посмотреть, что там, ну, нужно смотреть. Если, вплоть до необходимости скручивания ручек, установление специальных замков, да, которые блокируют полное открытие. Это одна из форм. Ну, и следить за детьми. То есть, оставить окно открытым, уйти по своим делам и оставить малолетию ребенка в одном квартире, но если трагедия произойдет, то отвечать, прежде всего, родителям придется. Будет там уголовная ответственность, не будет. Это уже по результатам следствия вопрос будет решен. Но проверяться в любом случае такое лицо будет, если произойдет трагедия. А предостеречь еще от чего-то хотели бы? Ну, если мы говорим о преступлениях неосторожных, которые происходят с родителями, опекунами, да, всеми, где нас малолетние, то это кипяток. То есть, у нас такие дела каждый год, к сожалению, не бывают, да, когда дети получают ожоги, чай, другая кипящая вода, большая площадь, соответственно, вплоть до смерти. Естественно, ответственность несут люди за это, за ответственность за детей. Ну, и оставление детей без присмотра на приусабленных участках, где есть емкости с водой. То есть, эти самодельные, либо специально приспособленные емкости, где собирается дождевая вода, которая используется в домовладении для полива детей, рядом оставлять нельзя. Вот нас буквально в этом, в прошлом году, два мы таких уголовных дел в суд направили в отношении родителей. Ну, это вот такое самое главное. Это да. Маши не любят оставлять. Ну, не любят, да, есть такие случаи. Оставление ребенка малолетнего без надзора, это оставление его, поставление его фактически в опасное состояние. То есть, здесь надо понимать, что если что-то произойдет, оно в любой момент может произойти, придется за это отвечать.